Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы находимся в другом городке. Мы приехали сюда, городок этот, Имсонг. Мы приехали сюда, чтобы снять обзор еще на одну квартиру. Дело в том, что в этом городке живет наш внук Дима. У него квартира в соседнем доме. Мы сейчас находимся, вот это пятиэтажный дом, а Димина квартира за этим домом, в следующем доме. Так, вот пятиэтажный дом, посмотрите, как выглядит. Мы сейчас зайдем в квартиру, нам хозяйка этой квартиры, в общем, ну, позволила снять обзор с ее квартиры. И в самой квартире мы расскажем подробно, что это за квартира, чья это квартира, на каких условиях они ее снимают. Ну, постараемся все вам показать. Так, ну, поднимемся, да, тут два подъезда. И посмотрите, кругом висят только вот эти вот, как они называются? Внешний, что ли, блок от кондиционеров. Внешние блоки. Огородик, вот, женщины. Ой, как лук замечательно посажен. Посмотрите, аккуратненько в каждую луночку посажен лук. Он малюсенький, конечно, но такие перышки прямо симпатичные. Огородик, вот, хозяйка не поленилась, вышла, посадила. Тут уже убрали урожай один. Вот здесь лук уже, видите, побольше немножко. Он уже подрос. Вот мы заходим в нужный нам подъезд. А тут вот хозяйка, видать, первого этажа посадила цветы. Любительница. Ну, всякие бывают любительницы. Так, вот мы подъезд, наш подъезд, который нам нужен. Вот здесь в подъезде всегда я обращаю внимание на то, что, во-первых, посылки здесь оставляют. Во-вторых, если поленится, то он, значит, здесь оставляет курьер. А если нет, он может подняться. Меня здесь еще вот что удивляет. Обратите внимание на вот эти вот ящики, вот эти почтовые. Не раскуроченные, абсолютно. Они вот так на замочек все, на ключик, вернее, закрываются. И посмотрите, сколько здесь коляска. Теперь велосипед детский. Сушилка стоит. Самокат. А вот тут даже вот, посмотрите, какая-то хозяйка оставила вот. Вот, когда она идет в магазин за покупками, она идет вот с этой тележкой. Вот, оставила. И никому нет дела, понимаете? Вот. А вот это что за ящичек тоже? Наверное, корреспонденцию какую-то оставляют здесь. Вот так. Поднимаемся. На каждом этаже две квартиры. Вот перед нами 103 и 104. Или два там написано, Кира. 102 вручную. Да? Сейчас мы поднимемся. Да, лифта в этом пятиэтажном доме нету, конечно. Для меня, да, это старый дом. Для меня, конечно, очень тяжело подниматься на пятый этаж. Ага, мышцы разрабатывать. Движение – это жизнь, да? Вот так. Дорогие друзья, как я вам обещала, мы зашли в квартиру на пятом этаже. Это трехкомнатная квартира. Ну, я хочу сразу вам сказать, что в этой квартире жильцы живут ровно год. Был сделан ремонт. Дальше я вам представлю сейчас вам хозяйку этой квартиры. Это Марина. Она, значит, из Киргизии. Здравствуйте. У неё на руках вот это очарование! Ой, ты лапочка! Я не могу просто без умиления на неё смотреть. И пока я руки не помыла, я не могла её потрогать. Она не хочет особо. Ага, в этой семье две девочки. Да. Старшая сейчас в школе. Я так поняла, что она учится во втором классе. И вот младшенькая. Эй, лапуречка! Эй, дикий лук! Вот видите, она уже улыбается мне, улыбается. Привет, друзья! Ну, давай... Да, как бы ни было, мне очень приятно с тобой общаться. Надо квартиру представить. Мы сейчас находимся в зале. Давай оттуда начнём. Да, ну вот это прихожая, как во всех корейских квартирах. Вот тут мы разулись. Полочка для обуви. Ну, маловато, конечно. Ну, зеркало. Вот. Давай Марина будет показывать. Так, ну, я сейчас вот представлю, скажу, что этот зал. Вы знаете, я... Так ты или Марина? Я только вошла в эту квартиру, мне она, знаете, сразу понравилась. Во-первых, здесь много света. Такой, знаете, уют здесь. Такие шторы симпатичные. Вот. Светло в этой квартире. Я сразу у Марины спросила, Марина, а сколько здесь комнат? А она говорит, ну, это точно такая квартира, как у вашего внука Димы, только она... На другую сторону. Да, в симметричном, что ли, исполнении. Вот. Ну, давайте Марина сейчас нас познакомит. Проведёт по своей квартире. Но хочу сразу сказать, что квартира очень светлая, просто уютная. Хочется в такой квартире жить. Ну, я уже сказала, что Марина здесь ровно год живёт. Муж у неё, как вы видите, по ребёнку кореец. Вот видно, что это... Ой, корейское дитё. Ой, метиска. Итак, Марина, вам слово. Спасибо. Да, действительно, квартира находится у нас на солнечной стороне. Днём здесь очень светло. Это вот наш зал. Пойдёмте, покажу наш балкон. Здесь вот, что мне нравится в квартирах корейских, это окна в пол. И из-за этого, конечно, создаётся ещё больше света. Поэтому также на балконе очень такие панорамные стёкла, окна. Обзор хороший, и свет попадает. Да, вот. Это вот наш, получается, один балкон. У нас их несколько. Пойдёмте проехать. Вот здесь вот наша спальня. Мы с девочками находимся здесь, чтобы муж у нас высыпался. Ну, да, работает же. В комнатах, да. Вот это детская со старшей мы спим здесь. И вот наша маленькая кроватка. Вот такая вот здесь спальня. Здесь вот, смотрите, у нас, правда, здесь шторок я ещё не вешала, как бы руки не доходили. Здесь рифлёные стёкла. Из-за этого, в принципе, и шторки не нужны. Да, не видно ничего. Да, можно, если убираете, то там обычное стекло есть. А, ещё второй ряд, да. Да, получается, что можно вот так, а можно без шторок. Вот ночью закрыть вот так вот. Шторы не обязательно. Да, не обязательно. Ну, в общем, вот так. У нас есть кровать. Я долго боролась за это, потому что все корейцы спят в основном на полу. Да, ну, я в положении была, поэтому попросила кровать. Ну, собственно, как-то так. Шкаф у нас здесь вот этот вот был. А, это был от хозяина. Остальное наше, да, приобретённое. Вот. Вот такой шкаф от хозяина. Ну, это прям произведение искусства. Да, правда, вот, хотелось, чтобы он был светлый. Я люблю вообще, что светлое. Чтобы было, как бы, ещё больше просторно. Какая прелесть. Всё в розовом таком исполнении. Ну, потому что у нас девочки, поэтому... Три девочки. Ой, как оформлено красиво. Любят все это. Вот, обратите внимание, сеточка, чтобы никто не укусил ребёночка. Кто не укусил. Ой, ну, просто прелесть. Часто. Марина, ну, какая вы молодец. У вас всё в таких розовых. И мой вот такой вот, знаете, бледносиреневый тон, вот это, это мои любимые цвета. Посмотрите, с какой любовью все эти мишки тут собраны. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Ну, дай мне свою ручку. Это у вас туалетный, да? Да, мы здесь его тоже приобретали. Кстати, вот насчёт него. Почему мы не приобретаем больше мебели? Здесь насчёт этого, конечно, немного сложновато. Потому что сама стоимость мебели может быть недорогая. Но доставка за неё выходит в кругленькую сумму. И вот когда нам приносили вот этот стульик, туалетный столик принесли, я была глубоко уже в большом положении. Ой, где-то снула. Вот. И мы заплатили за доставку ещё 40 тысяч вон. И он нам поднял только на второй этаж. И сами пришлось ждать мужа. Я только зеркало занесла, чтобы не повредилось. Также было со столом на кухне. Мы его тоже заказывали. Это было тоже, как бы, нам, правда, он доставил в 6 утра. Но это стоило нам нервов. Потому что это подтверждение, что мы заказали. Плюс были дожди нам. Короче, 3 недели. В общем, это всё доставляло. Так, ближе к телу. Как говорил Мапасан. Вот про это расскажите, Марина. У вас же тоже здесь автономно всё. Да. Это у нас получается здесь тёплое. Ну, вот горячая вода, её можно включать. Также можно включать пол. Вот, переключаете, да. И вот регулируете температуру. Вот вся 27 градусов. Ну, зимой мы, в принципе, на 25 градусов восстанавливаем. Это выглядит вот таким образом. Обогревается только эта комната? Нет. Почему? А, у вас... Обогревается все комнаты. А, я думала, что у вас каждый комнат. Я там дальше вам покажу. Там можно выключить. Всё ясно. На некоторых комнатах можно выключить. Вот. А лето мы используем просто вот горячую воду, когда купаемся. Поэтому она вот так стоит. Здесь покажется температура комнаты всегда. И зимой, и рядом. Текущая, которая вот сейчас. Да. Кира, покажи вот эту прелесть. Показала. Посмотри, вот, посмотри. Какая прелесть. Вот это такое я вообще не видела. Это, чтобы ребёнок не бился, да? Да, да, да. А бортик это получается, чтобы она головой, это ножка... А мы раньше подкладывали всякую хренью. Ну-ка, под рукой было. Ругайся. Ну, а что так и было? Ой, какая прелесть. Боже мой. Всё, пошлите. Так, пара. Пойдёмте, я вам покажу нашу ванную. Ага, давайте по порядку. Здесь вот, да, так, чтобы не закутаться. Хотела показать именно ванну. Почему нам здесь она понравилась? Потому что мы жили в предыдущей квартире. И там было маленькое очень... Ну, как бы стояло, туалет и просто душ, где купаешься. Поэтому, когда мы сюда переехали, здесь есть ванна. Даже, кстати, у вашего Димы её нету. Да, да, у них просто душ. Очень мы обрадовались. Наша дочь, мы её выдраили, и в этот же день в первый дочь уже плавала. Так что у нас счёт за воду приходит тоже чуть больше, чем у всех. Чем у всех. Да, любит она у нас делать. Давайте я вот так покажу. Да-ка, пожалуйста. Опять тапки. А то думают, что только мы, как дураки, от тебя подала. Тут две вот этих тумбочки были, хотите, открою. Тут бумагу храним там всякое. Ну и вот, пожалуйста. У вас такая уже посовременнее чуть-чуть, да? Кстати, её не было. Нам установили, когда мы заезжали, мы попросили. Ну, то есть, её не было, и мы сказали, а раковина что, не будет? Ну, он установил. Вот, вот ванна, друзья, посмотрите. Бабушки нам не хватает. Да, там и бабушки нам не хватает. Всё, выходим. Да, пойдёмте я вам покажу теперь спальню мужа. Угу. Светлым выкаром. Вот, проходите. Здесь точно такой же шкафчик, как и там. Их три у нас. И в той комнате тоже. Тоже здесь был, получается. Апять все, я сейчас стоп-силы. Ага. Точно такой же, да? Да, точно такой же шкафчик. Наша живность ещё, смотрите. Ай, шоу. Боже мой. Брали для дочи улитки охотины. А улитки. Да, а ухаживает муж, правда, вот они быстро всё грелили. Да, огромные. Ужас. Когда ему ещё ухаживать? Вот после работы, он и так говорит, брали вроде бы дочи, а ухаживает муж. Я сказала, мне хватает детей. Ну, собственно, слишком большой шкаф для мужа, как ему. Мужикам хватает. Органайзер такой. Там для мелочи, для нижнего белья. Ну и спит он по-корейски. Сказал, кровать ему не нужна. А даже корейки есть корейки. Ну а что? Спальня для этого есть. Это вот доча делает в школе, смотрите. Постоянно что-то нам приносит. Опа, сейчас я одену. Вечно что-то нам принесёт, навешает. В общем, когда они сами всё, вот это даже освещение сделали. Не, ну освещение-то продаётся, они его намотали. Да, 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 всё вот так вот. На Новый год включаем, мы не украли. Думаю, пусть будет. Да, это штучка, смотри. Тут не помялось ничего. А тут вот имя написано Лера. Да, Лера. Дочерь пишет сама. Насытья. Лера и Настя это подружка. А это у нас Амалия. Не хочет руку вырывать. А она мне уже улыбается. Ну и плавно переходим в нашу кухню, о которой я мечтала здесь, живя в Корее. Вот в такой маленькой комнате. Вот такая огромная кухня. Проходите. Садись, по-моему, сюда. Ой, какая кухня. Сейчас, а то не слышно они. Ой, Марина. Я сейчас издалека покажу, что это. Ой, кухня прямо. Просто замечательная кухня. Ну, чтобы люди знали, что не только живут вот в таких плетушках наших. Нет, мы тоже жили. Тоже жили, но есть и такие квартиры. Мы хотели заработать на квартиру побольше. Мы тоже жили в очень маленьких. Нет, даже, по-моему, лучше и просторно, чем у Ены у нашей. Точно такая же. По размеру. Да, просто у них, видишь, светлые тона. Все в светлых тонах. Ну и еще одна комната. Это, получается, третья. Правда, здесь у нас склад. Извиняюсь за бардак. Здесь вот храним коляски, кроватки. Дети подрастут когда. А я хочу больше сделать. А нам нужно будет, да, нужно будет. Ну, уже в ближайшее время мы переделаем ее под детскую. Сейчас я отсюда. Здесь такой же шкаф, да? Да, такой же шкаф. Хорошая комната. Здесь маленькая. Ой, еще кладовочка. Да, ну, там будет скелет в шкафу. Пусть останется тайна. Очень хорошая комната. Да. Для спальни, да, для детской. Прекрасно. Пойдем тебе покажу. Это как бы, скорее всего, здесь вот слою, паласики, там что-то. Здесь вот есть слив и есть шланг. То есть краники, можно что-то мыть, делать. Это вот у нас вот такая вот. Проходите. Я босиком, можно? Да, пожалуйста. Марина, ты здесь, я смотрю, вот печешь. Да, это я вас ждала, сейчас будем пить чай. Да, вот и что делать нечего? У нас еще там по этому, по плану. Ничего, у меня крошка нет. А ты контролируешь? Ага, режим этот. А, выключится. Вот как удобно, да, здесь можно печь. Здесь вот такой кафель постелин, друзья. Видите? Да, здесь специально можно мыть. Можно мыть, да. И вот слив покажите. Кстати, вот. Да, вот слив. Когда идет дождь, такой слив. Здесь слив. Все беленькое такое. Мария не хочет присесть? Она выпадает отсюда, если ее дружить. Ну, она сухая девочка. Это получается вот от кухни, друзья, в одну сторону лоджия и в другую. Здесь еще сюда, но здесь прачечная у нас. Здесь прачечная. Да, проходите, чтоб я не толпилась с вами. Тоже здесь плитка на полу. О, как хорошо здесь. Так, машинка стиральная. Вот бойлер обязательно стоит. И здесь тоже вот слив на полу. А сушьки нет. Окна. Ну, вообще летом, летом вещи, сами знаете, тухнут. Из этого мы купили вот раскладную, как он называется, сушилку. Да, и мы ее заносим в зал и включаем кондиционер. Тогда она сухает за вечер, за день. Потому что, если мы выносим летом на балкон, то эта вещь постоянно имеет нехороший запах такой, ну, стухший, да, вещи. Поэтому приходится сушить под кондиционером. Значит, получается, у вас три спальни, гостиная, кухня и два еще подсобных помещения, да, которые для хозяйства тоже. И три еще комнатка. Ну, три спальни посчитали. Да, не хочет. Раньше мы жили, вот буквально в том году мы сюда переехали, когда... Так, сейчас я вам скажу, она однокомнатная была. Здесь вот однокомнатная, у нас какие понятия однокомнатные? Что это должно быть? Отдельная кухонька, отдельный коридорчик, ванная. Но здесь это не так. Все в одну комнату. Да, это вот так выглядит. Вот так вот комната. Но она была, ну, чуть больше, может быть, максимум. Был вот так вот вход в прихожек. Ну, как вот немножечко ступор. Потом здесь вот сразу была кухонька, буквально вот такая плиточка. Все. Да. И ящичек. И кровать сразу. Да. За углом был этот туалет. В дверь, в туалет. И получается, у нас матрас был, мы спали на полу. Даже кровать не было. Не было кровати, ну, потому что некуда было. Некуда. Когда мы были с мужем вдвоем, мы целыми днями были на работе. Домой приходили только переночевать, покушать, ну, отдохнуть, в общем. Поэтому нам хватало. Но когда мы привезли ребенка старшего сюда, уже, конечно, ребенок привык бегать, немножечко... Ну, в плане не бегать, шуметь, а в плане того, чтобы двигаться, перемещаться. И домку нужно пространство. После нашего дома большого, который находится в Киргизии, как бы ему нужно, да. Ну, и, естественно, в плане, ну, неудобства, что ли, тоже. И мы, вот, конечно же, поднакопили за это время. И вот... Давайте расскажем зрителям, на каких условиях вы снимаете. Не будет она сидеть с тобой. Или вот так. Вы туда сядете, да? Нет, разницы нет. Ну, давай сюда. Или сюда сядете. Сейчас, сюда. Так. Дочь, давай сядем, попробуем с тобой. Она просто у меня немножко в шоке, скажет. Она даже молчит у меня, не произносит звуков. Да, дочь? Так, ну, какие у нас условия? Въехали мы сюда, в Чонсе. В Чонсе, это когда вы даете большой залог, то есть, крупную сумму. И проживаете на таких условиях, что оплачиваете только коммунальные услуги. То есть, ежемесячной оплаты у вас нет? Ежемесячной оплаты у вас нет, да. Сколько у вас выходит газ, свет, вот, допустим, в летний период и в зимний, если вот. Хорошо. У нас в летний период, так. Не хочет. Не хочет. Вот так вот. Пять. Так, газ у нас в летний период выходит до 30 тысяч. Ну, там, 25-30 тысяч вон. Я не могу сказать сразу переконвертировать это, но, в общем, это такая сумма. Вот. Зимой, естественно, из-за отопления выходит от 150 тысяч вон. Ну, ничего, да, Кирилл? Это не очень. Мы заплатили в январе 230 тысяч вон. И это при том, что у нас отключены две комнаты. То есть, это кухонька и вот ближайшая спальня. Потому что нам хватало, в принципе. Но, я думаю, в этом году у нас будет включено везде. И раньше намного отопления. Потому что у нас ребёночек, да, стал ползать. Поэтому, я думаю, будет ещё немного больше. Так, в летний период, я говорила, да, до 30 сумма. А, свет. Свет у нас выходит где-то до 20. Плюс-минус летом, два месяца, когда кондиционер работает, где-то 50 или 76. Я вот недавно смотрела, специально подготовилась, чтобы не забыть. Из-за кондиционера, да? Из-за кондиционера два месяца буквально каких-то. А так до 20 тысяч вон. Что ещё? И у нас есть ещё отдельная вода. То есть мы... А, у вас вода ещё есть? Да. Ну, если мы меньше пользуемся, то это где-то 9-10 тысяч вон. Но самое много, где-то 16. Потому что, я же говорю, дочка любит у меня заплывы делать ванной. Мы её набираем часто. Плюс маленькая. Ой, дочь, давай я тебя отпущу тогда вот так. И получается, что у нас вот такая сумма. 16 где-то 15 тысяч вон. Плюс у нас... Ещё я хотела спросить. Вот этот, всё, что на кухне, вот гарнитур, допустим. Это у вас было... Вы въехали, всё это было. Да, когда мы сюда въехали, гарнитур был встроен, получается. И нам дали холодильник хозяева. Одолжили как бы вот на пользование. Здесь его не было. Это всё вы уже сами приобретали. Это всё, что это наше. Да, это тоже наше. Вот этот аппарат, это ВАДАМ. Кулер, да, называется. За него мы платим ежемесячно 30 тысяч вон. Его вносят как аренду тоже. Да, берёшь в аренду. Получается... Ну, как вот у нас тоже мы так... Да, устанавливается аппарат, и за него уже ежемесячно идёт оплата. То есть не покупаешь, а его просто пользуешься. И да, приходят менять люди фильтр. Да, тоже как у нас. У вас здесь и поверхность такая современная, более-менее, да? Хорошая, газовая. Вот это, по-моему, тоже всё отремонтировано. Ну, здесь раньше старая была, да, по-моему? Возможно, до того, как было. Ну, Диму год было уже, когда мы пришёл смотреть. А, было. То есть они уже сделали ремонт, а потом стали продавать. Да, скорее всего. Ну, это всё приобретали. Вот я просто рассказывала, что очень долго шёл. Да, да, да. И доставка, всё. Но мы были, когда мы ехали, у нас был маленький корейский столик, низенький. Но я же говорю, из-за положения, из-за того, что семья выросла, нам было неудобно, и мы взяли стол, наконец-то. Ну, вы молодцы. Вот вы сколько вообще находитесь в Южной Корее? Вот с первого самого момента, как вы приехали. Так, с 2019 года. С 2019 года? С 5 лет, да? Мы с папой. 5-й год. 5-й год, да. А муж чуть-чуть раньше? Вот, муж чуть-чуть раньше. Он буквально на полгода раньше меня заехал, а потом приехала я. Но потом я решила ненадолго приехать. Думала, съезжу за дочкой потом. Но наступил карантин, небо закрыли. Поэтому я немного здесь застряла. Год и семь я здесь пробыла. А потом съезжала за дочкой и забрала дочку. А в целом, ну, если не считать вот эти все перелеты, то 5-й год. То есть у вас Амалия, подожди, Кира, Амалия родилась уже в этой квартире. Здесь, в этой квартире. А-а-а. Мы сюда переехали, я была, ну, на 6-м, если беременности, на 5-м. Вы раньше жили тоже в Упсонге? Тоже в Упсонге, да. А, хоже сразу в Упсонге. Немного ниже, куда-то там. Ясно. Мы снимали одноком-то. Сразу в Упсонге, да. Нашла игрушку. А-а-а. Кира, можно я тебе немножечко расскажу? Друзья, дело в том, что эта квартира, молодые люди сняли эту квартиру. Ой, что-то у меня с горлом. Эта квартира моего внука Димы. Они сняли. Может, Марина не хочет? Да, ну, прям, сначала вас спроси. Какая разница, да. Это квартира моего внука Димы. Я как-то вам уже говорила в каком-то из видео, что у Димы есть, в общем, недвижимость, что он занимается и недвижимостью немножечко, и занимается... У него есть магазины. Вот он на таких началах, он им сдал эту квартиру. Ну, наверное, взаимовыгодно и Диме, моему внуку, и им, наверное. Ну, я из рассказов Марины поняла, что они довольны этой квартирой, довольны теми услугами, на которых они сняли эту квартиру. Вот, и собираются, ну, не собираются по окончании, значит, срока аренды что-то на другое менять. Вот. Плохо. Покажет, пока... Пока стоит. Время покажет, потому что мы не знаем, что будет завтра. Конечно. Поэтому, как бы... Единственное, что для меня лично, единственное, что здесь не понравилось, то, что лифта здесь нет. Ну, это да. На 5 этаж с маленьким ребенком. Я с ребенком с положением была, но это правда, для меня был спорт, да, своеобразный, так сказать. И рожать было легко, да? Ну, а что поделать это? Ну, сейчас с ребеночком тяжело, конечно, когда с тобой авоська, сумочка, пать ребеночек, там, где-то что-то. Ну, ничего, я уже привыкла. Теперь, Марина, пожалуйста, будьте добры, расскажите, пожалуйста, о том, как вы старшую дочь отдали в школу. Чем отличаются, вот, условия для поступления в школу здесь и для поступления в школу, например, в Киргизии, где вы жили. Вот. Потому что мы уже рассказывали о том, какая разница между... Вот Аня, например, рассказывала, как она отдала старшего сына в школе, там, у нас, в Джамбуле. И он там в сентябре пошел в школу, а приехав сюда в марте месяце, они снова его отдали в школу в первый класс. И какая была, в общем, разница между условиями поступления детей в школу здесь и там. Было очень много откликов. И некоторые, конечно, посылали, знаете, такие не совсем адекватные отзывы. Им казалось, что мы вот сравниваем и так далее. Расскажите вы, пожалуйста, как вы отдали регрессы здесь в школу? Да. И что вас здесь удивило? Хорошо. Ну, к сожалению, я там не отдала в школу, потому что мы приехали как раз в этот период, когда она здесь должна была пойти еще в садик, не в школу. Я знаю, конечно, как у нас условия идут, там принимают в школу, что нужно, там форма, учебники, какие тетрадки. Все для нас это, конечно же, понятно. Здесь было мне тяжело в плане, потому что я не знала, что нужно, как нужно. Она сюда пошла сначала в детский сад. Пошла в детский садик. Мы платили за него 325 тысяч вон. Это даже выходило немного больше, чем мы платили за коммуналку. Ой, за квартиру. За квартиру. За квартал. За квартиру, да. За квартиру. Немного больше уходило даже на садик. Вот. Ходила она в корейский садик. Два месяца мы отходили. Честно, ребенку не понравилось. Ну, я могу ее понять в том плане, потому что это была адаптация. Ребенок... Языка не знаю. Да, ребенок рос, получается, в другой среде. Ребенку было тяжело. Она сюда приехала. Получается, ей нужно было сразу понимать, что от нее хотят. Ей нужно было сказать. Она сразу у меня закрылась. Ну, как бы, я имею в виду плане, она немножко угасла, потухла. Мне было больно смотреть на это. Но со временем, вот она два месяца отходила, ей не нравилось садики. Потом мы услышали про садик вон нам. И, как бы, нам посоветовали. Я ее спросила, хочет ли она перейти. Она сказала, хочу. Там были русскоязычные дети. Вот. Она перешла, и все. И у нас тут уже все наладилось. Да. Ребенку стало нравиться, потому что там есть русскоязычный ребенок. Где-то как-то она с ней все равно контактирует. Где-то она переводила ей, спрашивала. Ему месяц отходили, получается, еще туда в садик. Тот, кстати, садик был бесплатный. Здесь мы оплачивали, а там было бесплатно. Вот. Забирал автобус. Это находится немного другой, как бы, от города. Это вон нам где-то 15 минут на автобусе ехать. То есть ребенка и привозят, и забирают. Вот. В общем, было удобно. Я в этот момент работала, поэтому мы научили ребенка переходить дорогу. Это была не главная улица. Да вы что? Это была не главная. Это было буквально спускаешься с дома, и, как бы, такая вот улочка. Она переходила. Да. Она у меня резко повзрослела, резко. Ей пришлось самой все это, как бы, вот, да. Она стала ездить. Ну, потом мы пошли в школу. Там же, получается, вон нам, это, получается, как два здания. Есть школа и есть садик. Да. Она зачислилась в первый класс. Для меня, конечно, было это удивлением. Я думала, ну, надо же форму. Надо, там, ну, белый верх, темный низ, как мы управляли. Принадлежности. Принадлежности надо. Какие тетради, все. Конечно же, я ходила в школу, что-то переводила, да. В основном со знакомой я ездила. Потом мне дали список, там, принести, там. Ну, вернее, купить ей. Там, карандаши. Они пишут, кстати, карандашами, простыми, не ручками. Там, линейка. Ну, вот, все, что нужно такое. И тетради, там, Ильги Джан, Суин Джаны, там, все. Честно говоря, для меня это были что-то, названия такие непонятные, что это. Ну, естественно, спасибо вот маме, которая девочка русскоязычная была. Она мне все помогала. Мы с ней списывались, да. И, как бы, она мне помогала. И еще такой момент был, когда мы пошли в школу. То есть, я ее одела, можно сказать, что-то похожее в форму. Ну, то есть, темные джинсики. И здесь светло-розовая с белым была. То есть, более похожа на первонашку. Плюс, это было не первое сентября, а второе марта. Да, с марта месяца. Да, с марта месяца. В общем, я сама была новичком во всем, поэтому не понимала. Да, и, получается, с марта месяца она пошла, поэтому они были все в куртках. И это все проходило в спортзале. Проходило в спортзале, и, получается, как бы, они были в курточках. Я все хотела снять с нее. Смотрю, все детки в курточках. А еще такой момент. Нам нужно было смену обувь. Такие белые. Вот есть крокса, а это вот с задником. Ну, что-то похожее. Да, это смену обувь. Вот, получается, они были все в сменной обуви. И в курточках в спортзале. Директор сказал слово. Нам вручили какие-то вот такие папки. И там было написано, что такой-то ребенок зачислен в школу. И, естественно, была написана сумма. Оказывается, нам еще дала школа какую-то сумму определенную. А вы думали это вам платить, да? Нет, мы так не думали, потому что нам заранее уже сказали, как бы, знакомые, что вам дадут. Но мы этого и не ждали. Мы просто... Ну, было интересно, конечно же. Для вас было это неожиданно. Неожиданно. Интересно, что мы отдали ребенка, нам еще и заплатят за то, что мы... И какая была сумма? Вот. Я когда начала переводить, это было 50 тысяч вон. А потом выяснилось, когда мужу пришло на карточку, это было 500 тысяч вон. Вот. Да. И получается еще, что нам дали. Это такая сумочка с замочками. Там лежали карандаши, пенал, различные альбомы, тетрадки. Ну, не тетрадки, у них, знаете, формата А4. Вот такого плана. И крупная линейка, и квадратик. Вот. Плюс там лежало, что еще у нас... Сейчас так резко сразу не вспомню уже. Ну, в общем, всякие принадлежности, да, всякие ножнички. В общем, вот. Нам, то есть, это еще вручили. Помимо того, что мы купили, нам давали... Даже ножницы положили. Даже ножнички, там пенал, ножнички, все было. Да. И плюс еще вручали. Нет, форму нам не давали. Нам букеты детям вручили. То есть, не мы купили эти букеты, но это мне уже все рассказали. Поэтому я немножечко в общих чертах знала. Да. И мне было немножко легче. То, что я уже... Ну, хотя было очень интересно, конечно. Ну, вот так вот было интересно, что заплатили нам, плюс нам дали подарочки, и плюс букет ребенку вручили. Ну, вот я могу только сказать, с чем я столкнулась. Ну, правильно, да. И это в нашей школе, когда если бы отдавала я в Киргизии, я, конечно же, примерно знаю, что мы покупаем букет. Ну, это как бы уже для нас это обычное, в принципе, форму ребенку, принадлежности. Ну, и в этом как бы все. Так, хорошо, да, Марина, спасибо. Марина, спасибо за обзор. Большое спасибо. Нам самим даже понравилась эта квартира. Да, очень понравилась. Мы не были здесь. Света. Хоть это квартира сына, но мы не были здесь, честно говоря. Угу. Вот. И, дорогие друзья, я хочу еще вам представить одного начинающего блогера. У нас здесь очень много блогеров. Молодые мамы. Ну, а что им делать? Они сидят в декрете, свободное время занимаются вот хозяйством и блогерством. Так что покажите, Марина, ваш канал. Да, вот. Кому будет интересно, бягай, Марина. Марина в Корее по-английски. Каких-то кафонилей нет. Подписывайтесь, поддержите молодых девочек, молодую семью. Ставьте лайки, смотрите видео. Сотрудничайте. Я оставлю ссылку на канал, Марина, под видео, под этим и в описании и закреплю в первом комментарии. Вот буквально было их восемь рыбок. Я не знаю, что случилось, но каждая. А тут вот мальки отдельно у нас. Да, еще мальки. Друзья, посмотрите. И размотри, как они занимаются тоже ребята. Ну, это дочь она на день рождения попросила. Все для дочи. А смотрит муж тоже. Так, покажите своего супругу. Супруга показать? Да. Хорошо, вам покажите. Зачем ты, мам, какая-то любопытная. Ужас. Это же некорректно. Я уже старый человек. Ну и что? Это тебе не оправдывает. Я хочу. Дорогие друзья, наш визит к Марине заканчивается. Мы очень довольны, что мы к ней сегодня попали. Марина такая хозяйка. Квартира нам очень понравилась. Надеюсь, что вам тоже очень понравилось. А на этом пока-пока. До свидания. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь. На Маринин канал. Да, не забудьте подписаться на Маринин канал, конечно. Посмотрите, какая очаровательная дочь у нее. Ради этого только можно подписаться. Спасибо большое.